Вот, подъехали к дому. Прямо под колеса. Пип-пип-пип-пип-пип! Нет, я уже... Вон как? Приехали! Садимся, десант. Ну как, годен еще? Ну слава Богу, проходи. Не ровно пройдет меч. Все хорошее. Заходите. О, тут мне армия такая нужна. Сейчас обед сразу дам. Проходите вперед. В словах Иисуса. Заходите. Добрый день. Заходите. Все, с Богом. Так, проще заходите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Обед закрыт. Вставах. Ой, 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 подождите. Да кто тут пришел? Борис. Ну разгружайте. Мир вам. Мир вам. Мир вам. О-о-о. Лиза. Напишите мне, мы утром отдельно младенца поминаем. Осталось бы. Так, заходите. Чем пришел в туалет у нас? Вон там видать где. Вон там видать где. Без ПБУ. Да. Красивые машинки у нас в калычках. Дождались. Так, помаленьку заходите. Вещи где-то ваши надо забрать сразу. Мужчина, сейчас тут поем. Вещи пока оставьте, а потом после... Сейчас позавтракаем, да и все. Позавтракаем и все. А потом вещи разведем. Да, потом вещи. Мы вас разведем здесь. Так. У меня там еда есть. Мужчина сразу достать или потом? Что такое? Ну ты ее куда? Загрузил поди уже? Закидал там все. Нет, она там не сильно далеко. Ну ладно, давай потом. Ну все, давай, заходим. Ну что, пойдемте или что? Мир дому всему. Я еще в дом не зашел. А где зашел еще? Мир дому всему. Три поклоны. С миром принимаем. С миром принимаем. Мир дому всему. С миром принимаем. 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 Мир дому всему. Мир дому всему. Тут, в коридоре где-нибудь оставь. Спешите. У Bandismo. У нас alrighty. Становитесь так, чтобы можно было повернуться. У нас звонок будет, как на западный обед. Шагом не ходить, только бегом. Такой порядок. Что нужно будет сказать новеньким, мы скажем, как за столом себя вести. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и вовеки веково. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Мощность всех на Тебя, Господи, уповая. Ты даешь им пищевого благовремя. Не отверждаешь, что Ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. И от святей дары, посылаемой Твоей щедростью, словом истинной и молитвы. Аминь. Аминь. А уже когда из-за стола, бывает кому-то покажешь, как говорить. Так, руки для себя освободите. Даша. У нас разрешается все снимать в любом месте. Если нельзя, Даша, будет сказано нельзя. Никуда не ходить без разрешения, без согласования. Потому что у нас есть противники здесь, которые всякую мерзость творят. Двое слово переворачивают. Не надо, вы приехали не к ним. Приехали ко мне, и поэтому правила наши просьбы исполнять. Какие? Не отвечать ничего. Приедет даже власть какая-то где-то. Можете молчать. За каждое слово таскать. Так, и приходится тайно отправлять самолетом кого-то. То есть, враги не на чем не останавливаются. Вот рядом дом, мой дом. Я в полдома его строил. Вторая половина брату. Брат уехал, я у него выкупил. И они, значит, переделали документы. И оформили на человека, который никогда здесь жить не будет. Лишь бы нам навредить. Мы это приняли. Здесь без боли кожи. Мы должны молиться за этих людей. Они несчастные. У них нет радости. А у нас радость. Вот оно. Это даже вообразить нельзя, сколько у нас радости. Значит, примерная программа такая. Сегодня у нас четверг. Разрешается рыба. Растительное масло. Пятница среда не разрешается. Пост. Самый маленький пост. 12 июля уже разговора не будет. Завтра пятница. Это хозяин этого дома, Владимир Александрович Пашченко. Мы попросим его, чтобы он подготовил костер. Дадим несколько человек. Каждую пятницу, когда детский лагерь был здесь. Я его директор был 45 лет. Без помощи государства. Не 200, а тысячи детей подняли. Без помощи. У кого-нибудь одежды нет, старались шить, купить. И даже на билеты отправляли. И никто ничего нигде не получал. А как? За зиму заработали, пустили. Всякие дети были. Иногда приходилось в первые минуты выставлять. Почему? Приехал там чуть-чуть и мешочек лекарств. Мы примем одно условие. Если сбросите в туалет эти таблетки. Да как она у ней, признаки там, в позвоночник. Вроде это, серьезная болезнь. А зачем бегать? Это лагерь трудовой, не оздоровительный. Но у нас больные уже не выезжают. И как? Согласились. Две недели прошло, она уже с ребятами в футбол гоняет. Это надо было смотреть на жарение. Я знаю, что нужно дать. Большую ложку меда. А мед покупаем здесь. И березовый сок. Больше ничего нет. Постепенно она стала выходить уже на солнечные лучи. Так что где-то не для болящих. Так, по порядку. Я дам брату поговорим, как сейчас вот. Еще сказать первое условие. Вас покажут сейчас, где вы будете, отнесете вещи. В двух местах. Старший будет поставленный. Сколько у вас человек приехало? 14. 14. 14. Ну и сколько нас было. Мы на 31 человека подготовили. В двух зданиях. Наш матрас, подушка, одеяло. Ваши простыни, наводочки. Мы об этом всем написали. Значит так. После еды желательно около двух часов не спать. Но один раз вы сняете, не беда. Вы ехали. Напряжение было. Плохо спали. Вот когда приезжают к нам люди, вы совершенно свободны. Нежелательно, чтобы отдохнули. Пообедали. А после обеда мы можем вас запрягать. И у нас есть куда запрягать. Так. Здесь больших уже дел мы не переделали. Все. Это костер подготовить. Костер. Ну там песнопение. Все будет. Картошка. Готовимся. Это пятница. В субботу главный экзамен подготовится к окрещению. Экзамен одно. Кроме того, у нас обед будет сделан на одном холме. Когда в лагере комары, а на холме отдувают, а вокруг траву выкосили, вообще комаров там нету. И там будет у нас обед. На машине нас всех перевезут. Это память держим. Ну можно будет даже экскурсию сделать. И молиться начнем на одном холме точно так же утром. Когда много комаров, мы там молились. А там была водонапорная башня когда-то. Все это оборудовано. Ну конечно все это такое. Но главное, что от государства ни рубля. И поэтому нас тут душили как могли. В 92-м году 15 краевых комиссий. Мы не успевали двери открывать. Все вплоть до КГБ задействованы были. Любыми путями разбить. Оказывается, три уголовных дела против меня здесь. Уголовных, не просто так. Врач-кандидат наук. Ражного ребенка осматривает. А у нас написано, физическое наказание существует. А то не в одном лагере нет. А как? Он забывает все. Мать говорит, вот пришел. Я говорю, а где портфель? Да мы в футбол играли. Он ворота заметил, как бегает. Пришел домой без портфеля. Я говорю, тут мы займемся. А он здесь также забыл. Теперь дежурный, они видят и знают, кого-то одежда предодвижить. Так, выйди за стола. Теперь мы начинаем. Поболели за стол. А ты должен три раза вокруг лагеря бежать и кричать. Я забываю, одежду застану. Физическое для ног. И он пока придет, там может быть один компот остался. Дальше. Каждый должен иметь платочек. Вы о себе подумайте. У нас написано, должно быть четыре, чтобы не потерять. Платочка нет, а вон там деревья. Сколько там, он должен добежать, листочек сорвать, разово пользование. Память пришита. Они удивляются людям. А у нас сын такой, вот он ему какую-то льготу. Скажите, какую? В чем? Да дед такой у нас, когда рассердится, из него пена идет. Из деда пена. Смотри, какие пенистые деды пошли. И что? Ему сколько лет? Да уже где-то 8 или 9. Но этот Паша вырастет. Что дальше? Рядом такие девчата. Они встретятся и что, пену они будут? Приезжающие из Венгелька, ни одного замечания нет. Замечательный парень, никакой пены нет. А вот привыкли, она трясется, она его кормит вроде бы. С ложечки кормит уже ребенку два с лишним три года. Она работает дома. У нашей мамы, у нас было в семье, вот этот дом наш. Отец инвалид без руки по Смоленскому, 41-й год. В семье 5 мальчишек, 5 девчонок, живых. Ну у кого 10 детей? И мы этого не знали, что сейчас они понимают. Мать, задание, или отец пошел, сказал, дворик, как там надо. Не тяпать, а просмотреть, траву убрать. И вот мать говорит, вот мы если не сделали, отец придет, что скажет? Мы не знали, что он скажет или не скажет. Для нас это было большое наказание. Отец, мать скажет, отец на жаре, он пасет овечек. С одной-то рукой, он больше никуда не угоден. А мы дома не могли сделать, полить там огурцы или что-то. Больше не было никакого наказания. И нас никто не учил этому. А как? Как делали родители, мы подражали. И считалось, где-то кому-то плохо сделать, это большой-большой грех. А здесь где в деревне-то? Заработать нечего. А я главный был тащильщик пилы. Там, ну, ножницы тащить. Бывает, кто-то что-то принесет. Ну такое, из-под коровы, из-под курицы. Я вот вам рассказываю, чтобы вы имели в виду для себя, где будете. Наши правила основаны на опыте. За стол сядете. Ну, вот это вот вертикаль, понятно. За стол, за край, где будете сидеть, не перелазить. Лицо ваше не должно там быть. А как? В левой руке, вот заметьте, женщина всех берет и сразу опрокидывает, что туда попал. А надо как? Снял, тогда отверг. А то вы, при том, все женщины так. И здесь мы показываем, как. В левой руке это вот хлебушек. В правой руке ложка, не наклоняюсь. Старые люди так и были. Это Шолохова, поднятая церина. Там подробно все показано в фильме, как они сидят. Тихий дом. Это на практике было. Сейчас она поможет. Дети иногда дают отношения. Так, вы дорогой приехали между собой, все мирно? Да. Мириться не надо, потому что на молитве, ну, прежде положи, говорит, примирись с кем-то. Мы сейчас перекусим. Так, у нас в чашке не остается. Если вы кусочек отломили, можно. Но если закусили и оставили, нельзя. И поэтому в лагере у нас за 45 лет я директор был. Ни одна ложка не пропала. Вот и дали. А ты заранее покажи первую мне половинку. Жестами не разговаривать. Дежурная внимательно смотрит. Помощник ей своих там. Будешь помощницам сегодня. Пока есть. Второе. Поднял. Поел. Чашку покажи чистую. Она махнула рукой. Ты ее прокинул. Вот так вот и положил эту чашку. Все. Застала не вылазить. Пока третье там как пот или. Вы заранее объявляйте. Утром готовят. Очень горячее. Там дуть надо или крошки накрошить. Кто любит сухари, это отдельно дадим. Я привез несколько мешков сухари. Я взял сушил, сушил. Вот. Это небольшие правила, которые мы соблюдаем. Мы не считаем, что их трудно исполнять. После нас не остается потерянной пищи. Дальше. Любимщиков нету, чтобы подкладывали. Вот где-то двое ребята этим. Что они едят? Получше там. Мать. Где она у меня там? Да, да. Ушла. На улице вышла. На улице. Детей поднять надо где-то. Так. На руки не брать. Пусть сидит тогда. Большая девочка. Не приучайте к этому. И наша мама присад. Столько лепетишек. И в колхозе она дома не сидела. Она работала. Вот эти все. Да и на аппарат не было. Вручную. Двенадцать коров. Двенадцать коров. Три раза в день она должна позволить. Это подарить. Три раза. Учитывая, что через дорогу живет еще ее мать. У которой крестили на аппарате погибли. Так. Ничего не будет. Не надо. Не потворствуйте. Плакать разрешается. Пускай она. Это плохо лезть. Это зачем лезть? Мне не зачем лезть? Вот у нас из десятилетих ребят. Мы никто не лезем к матери. А зачем я полезу? Когда своими ногами легче ходить. Ну, мне не удобно. Ну, десять раз. Поэтому нам не надо было с ней. Я не буду с ней. Если маленько мы захватили что-то, на руки не брать, я сказал. Больше не берите за ее. Где-то через лужу перенести можно. Потом будете ходить купаться. У нас женское озеро еще. И мужское. Кому надо после... До обеда вы свободны. Сказать, а я спать не хочу. Ходи осмотреть. Да нигде по деревне отдельно выходить нельзя. Сиди здесь. Занимайся. Надо пойти. Мы пойдем вместе. Слушайте внимательно. У нас были такие, которые оттолкнулись на метр. И они стали врагами на еде. Они стали тащить сюда. А теперь они хватаются, а уже еще нет. А у них еще нет. Кроме лезет. Так. Это уже домашние привезли. А, а, у нас такие есть. Маленько пройдет. Вот у нас где-то здесь, я не вижу, где... Да, нигде. У ней два молодца. Тоже приходится подсказать. Но она решительная такая. Или еще? Нет, не удобно. А вот кто-то идет. Так, по славу Божьей. Попрошим. Накорми скорее. Так, садимся за стол. Все. Как сядут. Попрошим. Попрошим. Попрошим.